Друзья мои, всем пламенный hello, приветствую вас на канале СМЛВН. Сегодня здесь жарко в Солнечной Флориде, город Нейплс. Сегодня у меня не совсем обычная машина на обзоре, так получилось, удалось мне получить на тест-драйв новую BMW 2 серии. Кто смотрел мои обзоры, у меня был опыт с 440, которая трехлитровая, турбированная, а это 430, двухлитровая. Вы знаете, своеобразный экспириенс, но что-то в этом есть. Ну, во-первых, это один из самых доступных, на самом деле, автомобилей BMW. Во-вторых, это такая машина, куда она такая лично ваша. Ну и остальное уже, конечно, дело вкуса, там, по желанию, какие цвета, какие апгрейды. Итак, давайте посмотрим, потому что, напоминаю, что мои обзоры носят сугубо такой вот, скажем так, непрофессиональный, просто автолюбительский, любительский характер, где я, как автолюбитель, такой же простой, вот как вы все, показываю, рассказываю и рассказываю про свои ощущения. Ну, кто вдруг не в курсе, недавно себе поменял свой Raptor на X5, я обязательно запишу обзор. А сейчас я просто пока решил потестить, у меня вот такая прям была небольшое окошко, когда мне удалось взять этот автомобиль. И я решил, что я сначала вот то, что сейчас доступно, потому что X5 у меня еще будет, я надеюсь, долго, поэтому, соответственно, там я вам еще запишу. А здесь вот, ну, такой необычный, необычный. Кто вдруг не в курсе, у меня во Флориде арендная компания, сдаю в аренду автомобили, поэтому кому нужны будут автомобили, велкам. А если говорить о том, что чем я еще занимаюсь, у нас компания, которая поставляет автомобили по всему миру, покупаем, отправляем, помогаем найти и занимаемся только новыми автомобилями, либо автомобилями с пробегом, но небольшим, или точнее сказать, автомобили из автосалонов. Для того, чтобы найти меня, вы можете перейти по ссылке в мой инстаграм, который в первом закрепленном комментарии, и в телеграме я выкладываю всевозможные обзоры, такие коротенькие обзоры, поэтому подпишитесь в ссылке в первом закрепленном комментарии. Ну и так, давайте посмотрим на малышку-двоечку, что это такое вообще, и расскажу про свои ощущения, я уже вторые сутки за рулем, ездил в Майами, ездил вокруг Майами, в общем, накатал прилично, поэтому решил поделиться. Вот не так, когда, знаете, взял и буквально там несколько минут, да, там полчаса ничего не понял, а я стараюсь выждать вот эту вот паузу, когда все-таки вот первые эмоции схлынут, и потом я могу делиться уже как-то более, что ли, так привычно, да, поэтому давайте посмотрим. Простите за, а, потому что еще это, не все мысли правильно сразу приходят, а, соответственно, у меня, итого, итого следующее. Этот автомобиль, скорее всего, второй автомобиль в семье, автомобиль выходного дня, автомобиль для большого города, где сложности с парковкой, автомобиль, который точно подарит вам ощущения, приятные, и автомобиль для тех, кто ценит марку BMW, и которые считают, что, как бы, какая бы ни была, но BMW, а если она еще и свеженькая, то почему нет? Сочетание цены, качество, двигатель, мощность и все в целом, мне кажется, автомобиль должен зайти покупателем, что, в принципе, на сегодняшний день есть. И цена в 40 тысяч долларов, в районе 40 тысяч долларов, мне тоже кажется, вполне себе приемлемой для тех, кто готов потратить деньги на этот автомобиль и на свою любимую марку. Всем пока-пока, спасибо, что были на канале, увидимся. Друзья мои, ну что ж, вот этот замечательный автомобиль. На самом деле, мне кажется, что, несмотря на то, что этот дизайн какое-то время называли спорным, все равно, что-то в нем такое есть, достаточно интересное авто. Да, я бы здесь, единственное, немножко диски дизайн сменил, но в целом, на мой взгляд, авто получился, сейчас, когда уже мы к нему привыкли, он получился достаточно молодежный, динамичный. И такой, знаете, как я сказал уже, когда записывал в телеграм-канал, да, себе там, в инстаграм, я сказал, что это как, знаете, как спортивные кроссовки, которые вот я ношу, Рибок Классик, практически всегда, последние, наверное, года 4, каждый раз заказываю одинаково, вот здесь примерно про то же. Это такая, знаете, удобная, комфортная на каждый день обувь, которая, ну, мне кажется, если вам не прийти дизайн, если у вас нету такого, что фу-фу-фу, вот это категорически не нравится, то в целом, не знаю, я смотрел несколько обзоров, и где люди, особенно, когда автомобиль только появился, говорили, что совсем не та задница, совсем не та оптика и так далее. Далее, знаете, а вот я так не скажу, когда я вживую вижу эту машину, она мне нравится, то есть что-то в ней такое есть. Вот этот вот совершенно необычный для BMW не свойственный дизайн, который теперь уже как-то потихонечку-потихонечку входит в наше сознание, мне кажется, что, ну, не знаю, что-то в нем такое есть. Да, здесь вот, я говорю, диски, немножко перестать, но в целом, вот этот вот M-обвес, оптика, все смотрится очень гармонично, особенно вот это вот сочетание белого с черным, мне кажется, ну, опять-таки, на мой субъективный, на мой индивидуальный вкус, это, мне кажется, все смотрится очень даже. При этом, ребята, машина не только по ощущениям, а и по габаритам получилась достаточно большая, то есть двойка, как, собственно говоря, нынешний X2 дорос до размеров тройки, то есть машина получилась большая и внешне большая, и внутри, то есть, ну, большая по сравнению с тем, как это было до этого. Больше нет ощущения, что ты едешь на каком-то таком недо-бмв, все равно дух, характер, все равно дизайн и даже теперь и размеры соответствуют тому, что, знаете, вот сел, надо доехать быстро до магазина, надо прокатиться по городу, надо быстро передвинуться, надо удобно запарковаться. Вот, мне кажется, машина это про это. Ну, дизайн, я говорю, это уже такое дело вкуса, поэтому те поклонники BMW, которым принципиально эта марка, которым нравится, которые любят, конечно же, мне кажется, что и, ну, допустим, пока не могут себе позволить или не надо, или вторая, третья машина семьи, разные причины, но по ощущениям моим личным, я бы такую машину с удовольствием держал просто дома, чтобы она была, знаете, такая машина выходного дня, да. Машины, когда надо быстро, удобно куда-то перебраться. Вчера я ехал практически практически до пустого бака, сейчас покажу, и заправился. Небольшой бак, но, в принципе, ну, давайте пересядем вовнутрь. Тут про внешность уже говорить особо нечего, на мой взгляд, все классно, эти утопленные ручки, вот этот вот низ, который сделан как перформанс, да, раньше были такие обвесы. Ну, вот единственные диски мне здесь не нравятся, все остальное, на мой взгляд, очень даже. Ну что, давайте пересядем вовнутрь. Да, кстати, она есть еще в четырехдверной версии. Сразу забегая вперед по технике, скажу, что это двухлитровый двигатель, 255 лошадиных сил. Хватает ли их, ребят? Ну, если вы не совсем прям гонщик спиди, которому нужно пулять там куда-то самым мощным образом, то, в принципе, вполне себе, поверьте, вполне себе хватает. Самое интересное у нас на самом деле находится здесь, ну, точнее сказать, изменения самые радикальные произошли здесь, внутри, даже по сравнению с предыдущей, у них внешность была практически та же, да, а внутри еще была старая дашборд, старая приборная панель, и вот она теперь у нас обновленная. То есть это у нас, естественно, им пакет, вот это вот новый экран, который первое время, помните, когда она на X7 появилась, мы все плевались, черты халили, говорят, да что это, что это за iPad, она не к месту и так далее. Сегодня настолько примелькалась, что когда я сажусь в предыдущую версию, я понимаю скепсис и классиков, которые любят ту старую панель, она мне тоже нравилась, но здесь я настолько привык, что мне кажется, как же мы без нее ездили, то есть это реально очень удобно, это смотрится классно, и как бы вот настолько уже дело пошло привычки, что я пересел в предыдущую версию и понимаю, что, блин, а вот все-таки экран вот этот вот лучше, действительно привыкаешь. Здесь у нас все, консоль без изменений, вот такой вот гранатовый салон, темно-гранатовый, еще одной классной фишкой, я не снимал, ночью ехал, вот это вот ночью светится, прям светится цветами, и вот с этой классической красной подсветкой BMW смотрится очень гармонично, очень круто, и так, знаете, вообще, карта дверей, они ее немножечко доработали, и она получилась такой, знаете, нетривиальной, на мой взгляд. Так, музыка Harman Kardon в этой комплектации вполне себе хватает, пожалуйста, сабвуфер сзади колонки, то есть, и в принципе, в принципе, все говорят о том, что третий ряд вполне себе можно как бы и сесть. Вот я, ребята, метр семьдесят восемь, и во мне уже девяносто пять килограмм веса, был я под сто, а сейчас я немножечко привел себя в порядок, поэтому, вот, скажем так, ну, все равно не мелкий я, скажем так, поэтому, вот, вот я сейчас отодвинусь вот так, вот представим, что мне нужно довести сзади, ну, например, там, еще одного человека. Давайте я удобно, ну, мне себе удобно, вот я так сдвинул, давайте теперь посмотрим, смогу ли я сесть сам за собой сзади, это просто для тех, кто все-таки, ну, в какой-то момент довести друзей, довести, там, семью, не знаю, кого-то, так, и здесь у нас вот так вот. Ну, фишка с медленным отъезжанием, это, конечно, такое себе, согласен, но, с другой стороны, не кризис, у меня и в м-очке было, ну, вот, сейчас я закрываю сиденье, оно поднимается и едет, мне немножечко тесновато голове, но здесь я могу еще отодвинуть легко сиденье, то есть у меня, посмотрите, между коленками еще достаточно большое расстояние, на дальнюю дорогу, конечно, не пойдет, но для того, чтобы, скажем так, доехать из пункта А в пункт Б, после гостей куда-то еще в магазин, то есть вполне себе хватит, а если сзади сидит ребенок, то ему вообще хватит места 100%, поэтому сзади зачет, а если у вас еще четырехдверная версия, то еще и сможет выходить человек спокойно через свою дверь, но единственное, ну, как бы, на мой взгляд, четвердверная версия, она немножечко, как сказать, перебери, уже, то есть купе, спорткупе, такой есть спорткупе, и оно вполне себе должно гармонично смотреться, зумия дверьми, так, ну, вылазить немножечко сложнее, чем залазить, ну, давайте еще покажу, кстати, багажник, на самом деле, он, он реально очень большой, я был удивлен, сейчас я открою его, то есть это, опять-таки, к вопросу, а если взять багажник, он огромный, ребята, поместится здесь большой чемодан раз, большой чемодан два, еще сумки, то есть вообще, опять-таки, мы говорим про ситуацию, если вы, например, приехали вдвоем, ну, или даже втроем с ребенком куда-то отдыхать, и взяли себе этот автомобиль, например, в аренду, да, на мой взгляд, вам хватит места, ну, если совсем дальние путешествия, то сзади, там надо просто поудобнее разместить ребенка, опять-таки, взрослому, будет, мне кажется, не очень комфортно ехать, так, ну, вот я сейчас уже немножечко проехался, а так, все, он мне вчера показал на 500 миль, это примерно 700, ну, 750 даже, наверное, километров на одном баке, бак я вчера заправил на, я не помню, сколько в галлонах это было, но я заправил на 50, по-моему, долларов, полный бак у меня оставалось там буквально на 15 миль, то есть практически до сухого, я ехал по хайвей ночью, и, соответственно, не было заправок по дороге, я доехал до заправки прямо практически в притирочку, так вот, 50 долларов, это, в принципе, не так уж и много за 700 километров пробега, ну, 750 даже, и учитывая то, что я езжу на режиме комфорта, можно поставить ЭКПРО, и, соответственно, он еще немножечко будет, какой фактический расход, ну, давайте, не знаю, если у меня сейчас он тут будет адекватный, то я вам покажу так, нет, это у нас что-то я сейчас вот так вот, наверное, да так, ну, вот он мне сейчас показывает, 4000, кстати, километров пробега, ну, нет, он мне сейчас не показывает фактически сколько на галлон, то есть он мне там мгновенный показывает, ну, опять-таки, просто сколько едет машина, едет 750 километров за 50 долларов на одном баке, поэтому, к сожалению, сейчас у меня этих данных просто здесь нету, может быть, это трип компьютера, сейчас найду, покажу естественно, поддержка Apple CarPlay без всяких, в отличие, кстати, от большинства Мерседесов, где почему-то только через провод можно, а здесь, пожалуйста, то есть все, соответственно, приложения Google CarPlay, Android Auto, то есть все есть, все работает беспроводно, работает идеально, хорошо синхронизируется, и вообще, если мы с вами будем говорить про синхронизацию, посмотрите, как классно BMW адаптировал экран, то есть на Мерседесе, вот просто фрагментом, да, здесь, а BMW в этом плане сделал лучше, ну, опять-таки, это нюансы не сильно прям такие, это все, о вкусах спорить не будем, давайте, ребят, не будем спорить, что круче, у каждого свои предпочтения, у каждого свои желания, поэтому не надо навязывать кому-то, да, свое, там, мнение, то есть я делюсь своим, для тех, кому это близко, они скажут, да, кому это не нравится, ну, скажут, нет, ничего страшного, вот, поэтому в целом автомобиль зашел, в целом автомобиль динамичный, в целом автомобиль достаточный по пространству внутри, у него есть интересные, появились интересные ноты дизайна такого ненавязчивого, стоимость подобного автомобиля здесь в США с небольшим пробегом, вот, например, 4000, я посмотрел, вот именно такого, в районе 40 тысяч долларов, 2 литра, соответственно, ну, как бы, не дешево, но для тех, опять-таки, кто хочет себе хороший, интересный, такой поджопный BMW на каждый день, мне кажется, вполне, вполне себе доступно, что, ребят, как, как рулится BMW, ну, не надо вам рассказывать, как рулится BMW, от тех, кто ездил, BMW рулится, как всегда, практически лучше всех, и двоечка, совершенно не исключение этому факту, вот, я сейчас еду по брусчатке, и, в принципе, подвеска обрабатывает вполне себе хорошо, вот эти вот такие не сильные неровности, шумка, честно говоря, оставляет желать лучшего, наверное, опять-таки, в силу того, что вот эта вот спортивная подвеска дает о себе знать, и жесткость ее все-таки передается, в целом, автомобиль не шумный, это бензин, и, как бы, такого ничего напрягающего я лично не ощущаю, но при этом, ребят, мне кажется, что, опять-таки, соизмерение цена марка и все остальное вполне себе, то есть, что можно из альтернативы подобрать такого же брендового, ну, наверное, вообще мало что, поэтому, на мой взгляд, машина получилась крайне удачной, вот опять брусчатка, опять неровности, в принципе, еще раз говорю, да, я не могу сказать, что это суперкомфортно, но, допустим, у X5, я показывал обзоры, у него получилась подвеска на стоке, очень-очень хорошая, очень-очень классная, а на, допустим, на M-подвеске, он тоже жестко в одну, как бы, одним, одним, одно вы получаете, другим вы жертвуете, реально, чтобы получить там себе там управление, получить спортивные настройки, конечно же, в этой связи у вас будет, безусловно, потеря где-то небольшая такая в комфорте, поэтому каждый, если вы понимаете, что в вашем городе или в вашей эре дороге не очень, то, конечно же, надо быть крайне аккуратным, ну, вообще, машина для тех, кто крайне внимательно относится к автомобилям, в основном, чтобы не попасть потом на деньги. Ребят, в общем, вот такой вот вам сегодня обзорчик. Аааааа... Субтитры сделал DimaTorzok